SCP-1051. Невадский пришелец. Класс объекта Евклид. Особое условие содержания. Поскольку основной опасностью исходящей от SCP-1051 является утечка информации, все усилия по содержанию направлены в основном на опровержение или фальсификацию слухов относительно существования объекта. Следует постоянно напоминать агентам, что любое упоминание гражданскими лицами SCP-1051 или чего-то подобного во время прямого или непрямого взаимодействия с ними нужно отрицать или высмеивать. Если выяснится, что знания человека об объекте выходят за рамки текущей общественной информации, необходимо применять амнезиаки класса А. Периметр в радиусе 2 км от объекта должен постоянно патрулироваться не менее чем 20 сотрудниками службы безопасности, одетыми в форму максимально похожую на форму ВВС США. По нарушителям следует открывать огонь, однако делать это нужно таким образом, чтобы не ранить, а только отпугнуть их. Нарушителям, предпринимающим повторные попытки проникновения за периметр или неоднократно приближающимися к периметру на расстоянии 1 км, следует ввести амнезиак класса А. Передачи спутников, ведущих наблюдение за местностью в районе содержания SCP-1051, должны постоянно контролироваться на предмет постороннего вмешательства. Любые антенны, обнаруженные в радиусе 10 км от SCP-1051 и предназначения которых неизвестно, следует или демонтировать, или окружать сеткой Фарадея. SCP-1051 – это крупный неподвижный организм предположительно внеземного происхождения. Размеры панциря объекта – 700 м на 500 м на 60 м. SCP-1051 является хищником, охотивающийся из засады. Он приманивает своих жертв, используя различные виды социальной и психологической манипуляции. У SCP-1051 имеется панцирь, который способен принимать вид крупных сооружений. Последние 10 лет объект имеет вид самолетного ангара. Время от времени SCP-1051 создает или выпускает яйца, смотрите ниже. Они имеют куполообразную форму, эллипс приплюснутый снизу, что предположительно облегчает перелет через земную атмосферу. Было захвачено из выпущенных яиц. Яйца, которые не удалось перехватить сотрудниками фонда, покинули атмосферу Земли. Их захват в настоящий момент невозможен. SCP-1051 часто пытался связаться с орбитальными спутниками с целью передачи телевизионных сигналов, изображений и других форм распространения информации. В настоящее время успехом увеличались 20% подобных попыток. SCP-1051 может также передавать радиосигналы и подсоединяться к телефонным линиям. SCP-1051 прибыл на Землю в 1940 в форме яйца. Первоначально его обнаружили в ВВС США и переправили на базу Невада. SCP-1051 попал во внимание фонда в 1956 после сигнала бедствия от сотрудников базы ВВС. Приложение 1051-1. Строение SCP-1051. Рот SCP-1051. Когда туда заходят, двери SCP-1051 закрываются, а добыча проталкивается дальше в тело объекта. 2. Горло SCP-1051 перемалывает добычу в мягкую массу перед перевариванием. 3. Желудок SCP-1051 переваривает добычу, разделяя ее на питательные вещества и отходы. 4. Сфинктер и канал для отходов SCP-1051. Питательные вещества поступают в точку 5. Отходы сбрасываются через южное отверстие. 5. Мозг SCP-1051. 6. Орган-передальщик SCP-1051. Стоит отметить, что этот орган соединяется с несколькими разными антеннами, а под землей от него отходит множество кабелей. Все это позволяет объекту подключаться к различным телефонам, линиям и спутникам и передавать радиосигналы. Сотрудникам фонда удалось обнаружить только 5 из предполагаемых антенн, которые используют SCP-1051 над землей. 7. Предположительный язык SCP-1051. Исследования данного участка выявили отчетливо видные углубления в бетоне, которые, как предполагается, являются вкусовыми рецепторами SCP-1051. Предположение подтверждено после того, как SCP-1051 моментально убрал этот язык во время утечки химических веществ. Со стороны это выглядело как постепенное исчезновение взлетно-посадочной полосы. Приложение 1051-2. Успешно перехваченные передачи SCP-1051. Постоянное размещение ложной информации на различных веб-сайтах, посвященных теориям заговора. Примеры. Информация о воссоздании различных космических кораблей внутри самого объекта. Различные теории внеземного контакта вроде «Людей в черном». Информация о том, что объект используется как место проведения испытания новейшего энергетического оружия, устройств по управлению погодой, машинно-времень, телепортационных устройств, вечного двигателя. Различные сообщения в радио- и телепередачах, касающиеся использования SCP-1051 теневым правительством для своих нужд. Примечание данной информации считается утечкой высокого уровня в зависимости от уровня секретности разглашенной информации, допустимой применении амнезиаков класса А. Звонки в несколько киностудий Калифорнии. Десятки звонков, факсов и электронных писем в редакцию журнала National Esquire. Фонд ведет наблюдение за данным журналом с 1980. Поддельные приказы раскрыт существование SCP-1051 официально. Отправленные в разведывательное управление США. Приложение 1051-3. Интервью. Опрашиваемый SCP-1051. Опрашивающий доктор Ричардсон. Вступительное слово. Чтобы попытаться связаться с объектом возле органа передатчика SCP-1051, было помещено небольшое радиоустройство. Частота передачи SCP-1051 была обнаружена после двухчасовых поисков. Начало записи. Доктор Ричардсон. Привет. 1051. Ты меня слышишь? SCP. Дай. Ричардсон. Прошу прощения. Дай. Ричардсон. Что дать? SCP. Хочу есть. Ричардсон. Ты не получаешь никакой еды. SCP. Зона 51 в настоящий момент принадлежит фонду SCP. Теневой правительственной организации, которая обозначает зону как SCP-1051. Перечисляю имена нескольких сотрудников. Ричардсон. Отправьте D-7338. Сотрудника класса D отправляют в рот SCP-1051. А теперь скажи, зачем ты посылаешь эти сигналы? SCP. Добывать еду. Ричардсон. В смысле? SCP. Изучи человеческое любопытство. Пробуди любопытство. Ричардсон. А что это за диски, которые мы захватили? SCP. Захватили детей. Раздается слышимый стон, исходящий от мозга SCP-1051. Ричардсон. То есть это яйца? Ты так размножаешься? SCP молчит в течение двух минут. Доктор Ричардсон. Агент Эдлер. Агент Крессон. Координаты следующие. Данные удалены. Конец записи. После данного опроса добиться от SCP-1051 ответа не удалось. Все попытки уничтожить орган передатчик провалились. Интервью 10-51-2. Опрашивающий. Сержант Джеймс Бернсон. Опрашивающий. Доктор Ричардсон. Вступительное слово. Сержант Бернсон отправил сигнал бедствия, который был получен сотрудниками фонда и который привел к обнаружению SCP-1051. Начало записи. Ричардсон. Добрый день, сержант. Сержант. Добрый день. Ричардсон. Вы работали в зоне 51 на авиационной базе ВВС. Сержант Бернсон. Да. Ричардсон. И на какой проект вы были назначены? Охрана и контроль исследования неопознанного летающего объекта, обнаруженного в Розвилле в 1947-м. Ричардсон. И что это был за объект? Бернсон. Белый метеорит в форме полусферы. Ричардсон. Что выяснилось в процессе исследований? Бернсон. Метеорит был внутри полом, но заполнен какой-то жидкостью, в которой что-то очень медленно двигалось. Ричардсон. Как долго велись исследования объекта? Бернсон. Свет. Ричардсон. И они продолжались бы дальше, если бы их не прервали, да? Бернсон. Да. Ричардсон. Это вы послали тут сигнал бедствия? Бернсон. Да. Ричардсон. Почему? Бернсон. Метеорит вылупился. Ричардсон. Что-что? Бернсон. Метеорит вылупился, это было яйцо. Ричардсон. И после этого вы послали сигнал бедствия. Бернсон. Да. Ричардсон. Можете более подробно описать данный инцидент? Бёрсон. Я, доктор Джеймс и доктор Голд заработались допоздна. Внезапно мы услышали громкий трест, исходящий со стороны объекта, и взглянули на него. По нему расползалась трещина. Мы были очень удивлены, поэтому не предпринимали никаких усилий и просто смотрели. Примерно через пять минут оно вырвалось из скорлупы. Ричардсон. Оно? Бёрсон. Пришелец. Мы побежали, но что-то вылезло из скорлупы и схватило доктора Джеймса. Затем оно поглотило его. Мы с доктором Голдом успели сбежать из ангара. Именно тогда я отправил сигнал бедствия. Ричардсон. Что случилось потом? Бёрсон. Когда я отправил сигнал, доктор Голд взял меня за плечо и указал на ангар. Я развернулся и увидел, как он трескается, после чего он немного расширился и развалился. Было видно, как оно извивается там внутри. Ричардсон. Там был доктор Джеймс? Бёрсон. Нет, пришелец начал создавать вокруг себя панцирь. Сначала он слегка шевелился, а потом стал выглядеть в точности как ангар. Ричардсон. А потом? Бёрсон. А потом прибыли ваши люди и сразу же захотели задать несколько вопросов. Ричардсон. Хорошо, благодарю вас за потраченное время. Конец записи. Заключение. Мне нужно было побеседовать с этим доктором Голдом. Есть у меня одна догадка. Доктор Ричардсон. Интервью 10.51.3. Опрашиваемый Джонас Голд. Опрашивающий Ричардсон. Вступительное слово. Доктор Голд был одним из первых исследователей SCP-1051. Начало записи. Ричардсон. Добрый вечер, доктор. Голд. И вам того же. Ричардсон. Хотелось бы задать вам несколько вопросов о докторе Джеймсе. Голд. Он был хорошим другом. Ричардсон. Я понимаю, что вам очень тяжело. Голд. Всё в порядке. Продолжайте. Ричардсон. Чем увлекался доктор Джеймс? Голд. Думаю, главным увлечением была работа. Он был настоящим фанатом научной фантастики. Ричардсон. Правда? Голд. Доктор Джеймс всегда любил поговорить о всяких вещах из других миров. О новых технологиях. Чёрт, да он запросто мог быть сценаристом всех тех фильмов категории B, которые сейчас крутят в кинотеатрах. Ричардсон. А что он думал о военных? Голд. Ну, конечно же, он работал на них. Имейте это в виду. Но доктор Джеймс, честно говоря, считал, что у военных уже есть пришельцы. Ричардсон. И где же, по его мнению, они держали инопланетян? Голд. Этого он не говорил. Или просто не знал. Скорее всего, вообразил, что если у нас есть секретный метеорит, то наверняка где-то должен быть и самый настоящий космический корабль, сведения о котором тоже держатся в секрете. Ричардсон. Ещё кое-что, доктор. Голд. Давайте. Ричардсон. Что-нибудь кажется знакомым? Доктор Ричардсон включает запись интервью 10.51-1. Голд. Откуда это у вас? Ричардсон. А почему вы спрашиваете? Голд. Этот голос. Это он, доктор Джеймс. Ричардсон. Благодарю за потраченное время, доктор. Голд. Нет, стойте. Конец записи. Заключение. Сотрудники службы безопасности вывели доктора Голда.